БАН! БЛОКИРОВКА АККАУНТА НА ВЕЧНО! БАН! Всем привет, на связи ChainSo. И наконец, настало то время, когда я могу рассказать про НК. Интересная инфа насчет этого у меня была уже давно, но почему-то все время приходилось откладывать этот ролик. И наконец, сегодня я рад с вами поговорить на тему наборов кастомизации. Даже не просто поговорить, а увидеть официальный ответ от разработчиков на эту тему. В общем, присаживайтесь поудобней, приятного просмотра. Помните, перед обновлением с парком развлечений, разработчики проводили стрим, где рассказывали о новом патче и отвечали на вопросы игроков? Было это примерно месяц назад, из разработчиков на этом стриме был ведущий художник и ведущий дизайнер. Так вот, я задал свой вопрос, и звучал он примерно так. Почему НК в последнее время делается только для колес? Хочется видеть наборы кастомизации на оружие и кабины? И да, на мой вопрос ответили, но не сразу. И тут отдельное спасибо тем, кто вместе со мной дублировал данное сообщение в чате. А сейчас вот фрагменты стрима, как на этот вопрос ответили разработчики. Почему НК-шки в последнее время делаются только для колес? Хочется видеть, пишет нам человек, оружие кабины. Пока что вы видите только для колес. Возможно, делаю цинизм. Я могу на самом деле сказать, с НК есть такая проблема, что часто мы делаем сейчас выбор в пользу создания нового оружия, а не создания скинов. Да, все верно. И так получается, мы так наши силы оцениваем, и что делаем так. То есть я вижу, что на НК, на максимизации есть запрос какой-то, мы его оценим и оценим усилие. Но реально, как бы, у нас всегда есть такой выбор, и мы стараемся сделать его в пользу. Да, Женя прав. Действительно, иногда бывает, что либо вводить новую пушку совершенно, но кем на пушку, возможно, вы ей не пользуетесь. И, конечно, лучше сделать новое оружие. Не обязательно оружие, даже кабину. То есть да, мы так сейчас считаем. То есть, если мы ошибаемся, ну, типа, ну, напишите нам об этом. Но вот пока у нас такие приоритеты. Ну как вам? Пойдем по порядку. Цитирую. Пока что вы видите НК только для колес. Возможно, делаются и другие. А потом связь на секунду пропала, и поэтому до конца предложения мы не услышали. Затем уже другой разработчик, насколько я понял, это дизайнер, рассказывает нам о том, что выбор делается в пользу создания нового оружия и кабин, нежели скинов. Да, новое оружие, кабины, это всегда здорово. Но в ответе разработчиков не все так однозначно. Ведь с одной стороны, приоритеты дают созданию нового оружия, нежели созданию НКшек. Но при этом, очень часто мы наблюдаем скины на колеса, что в новых наборах, что в предыдущих батл пассах. Получается несостыковочка. Возможно, и скорее всего так и есть, что НК на колеса делать гораздо легче, нежели на оружие. И поэтому, сейчас мы наблюдаем так называемый конвейер. Ну просто посмотрите, сколько уже скинов на колеса. Есть даже случаи, когда на одно колесо есть три разных НК. Пожалуйста. Остановитесь! И в конце своего ответа разработчик сказал. Конечно, лучше сделать новое оружие. Не обязательно оружие, даже кабины. То есть да, мы так сейчас считаем. То есть, если мы ошибаемся, ну типа, ну напишите нам об этом. Но вот пока у нас такие приоритеты. И да, я считаю, что вы ошибаетесь. И не просто пишу вам об этом, а снимаю отдельный ролик. Дело в том, что наборы кастомизации всегда подогревали интерес аудитории к игре. Каждому хочется построить что-то свое, уникальное. Да, скины у нас сейчас получить можно. Если мы говорим про НК на кабины, то это только донат. Скины на оружие можно получить путем победы в битве инженеров. Но и то там каких-то прям уникальных скинов нет. К тому же, битвы инженеров проводятся не так часто. Да, есть еще соло турниры. Но там не каждый раз в призах присутствует какой-либо скин. Но сами понимаете, турнир нужно еще и выиграть. И получается так, что обычный игрок, который не хочет участвовать в турнирах, строить крафт для битвы инженеров, получить скин на оружие не может. В доступности такого игрока только покупные кабины, которые уже продаются достаточно давно, и НК на колеса, либо с донат набора, либо с батл пасса. Вот вы делаете обновление, полностью посвященное кастомизации и строительству гаража. Это безусловно разнообразило игру. Но почему на фоне этого нельзя как-то вести в красаут уже старые, готовые скины? Ведь уже есть наработки, которые были раньше, или которые можно взять с китайской локали. Этих скинов на первое время было бы достаточно с головой. Ведь для кого это все когда-то рисовалось? Во многих играх разработчики развивают эту тему. Помимо разнообразия для игроков, это может быть и источник заработка для разработчиков. Пусть это будет реализовано в виде контейнеров и будет определенная градация по редкости. Да, тот или иной скин будет не у каждого. Чтобы получить что-то уникальное, тебе должно хорошо повезти. Но в этом и есть смысл скинов. Самые редкие будут лишь у малого количества игроков. Что по реализации? Эти контейнеры СНК можно впихнуть куда угодно. В тот же батл пасс или же контейнеры можно использовать в качестве награды в каком-нибудь режиме. Например, в рейтинговом. Кстати, насчет этого режима разработчики тоже дали ответ на стриме. А будут ли ранговые бои хоть когда-то? Да, обязательно будут. В общем, вариантов куча. К тому же, введя в игру подобные контейнеры, в будущем их можно дополнять новыми вещами. Приоритет вы отдаете оружием и кабинам. Окей, но не забываем про старые НК. Вот у меня на пресс-аккаунте есть много различных скинов. И это не все. Если зайти на википедию красаута, то на китайских серверах есть много по-настоящему красивых наработок. Правда, можете сами зайти потом и посмотреть. О существовании многих скинов, я думаю, вы даже не знали. Ссылку на википедию я оставлю в описании. Что по итогу? Опираясь на ответы разработчиков со стрима, можно сказать, что введение в игру наборов кастомизации вполне реально. К тому же, эти слова заставляют задуматься, что какие-то новые наработки все же есть. Но, как я сказал выше, не обязательно делать прямо сейчас что-то новое. Можно взять старые наработки, ведь ими, по сути, никто и не пользовался. А что вы думаете по этому поводу? Хотели бы видеть скины не только в виде колес, но и в виде вооружений? Напишите об этом в комментарии. Я все читаю. И на сегодня у меня все. С вами был ChainZow. Всем удачи и пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok